Радио Югра. Главное окружное радио. Ну что ж, пришло время вклиниться в эфир Радио Югра. Даша Кузнецова уже появилась в нашей студии. Ну, конечно же, а через несколько секунд и наши голоса зазвучат в наших и ваших радиоприемниках. Они как диета и акция на туртике, как ремонт и развод, как подросток и усики. Даша и радио связаны друг с другом. В который входит Международная ассоциация бокса, на центральной площади вышли спортсмены. Ну и в этом году, значит, хотят там установить рекорд Гиннеса в 75 тысяч боксеров. Я уже вот смотрю сейчас в камеру и вижу, что появились красивые прекрасные лица. Алена Михайлович, Максим Горшков. Это ведущие телеканала Югра. Привет. Здравствуй, Даша. Здравствуй, Шарик. Здравствуй, Шарик. Да, сегодня вот так. Сегодня остались шарики с празднования прекрасного дня вчерашнего. Паша не смог прийти сегодня. А я же помню, Даша, я же помню наш, как сейчас модно говорить, крайний выход, когда Паша признался в чем-то таком, что ты, понимаешь, такая вся сякая. Ну и мы пошутили, что Паша-то больше и не будет. И после этого его никто не видел. Пожалуйста. И шарик. Пожалуйста, теперь вместо него висят шарики. Вы только, пожалуйста, всем тайну это не рассказывайте. Ну зачем вот это вот? Хорошо. Пусть все думают, что он улетел, но обещал вернуться, как Карлсон. Ты думаешь, ну... Поэтому сегодня вместо него шарики. Я пока не поняла, нравится ли мне работать с шариками, или мне больше нравится работать с ним, а сегодняшний фильм это пока. Разница, ну, ощутима? Ну, пока нет. Да ладно что, его нету, мы можем говорить про него. Что угодно. Как типично, как типично. Мне он сразу не нравится. Да, мне, кстати, слушай, тоже вот, ну, конечно, да, но не идет тебе, не идет. Ну, конечно, вообще. Я тоже так подумала. Ну, слушайте, мы же никому не скажем, что мы вот такие можем за его спиной спокойно его пообсуждать. Даже, Паша, ты же нас не слышишь сейчас вообще. Нет, конечно. И самое главное, не видишь, где-то ездит там по Ханты-Мансийску, что-то делает. И очень надеюсь на то, что он нас не слышит, и никто ему об этом не расскажет. Сегодня день первого поцелуя. О, сразу какие ассоциации. Итак, рассказывайте, помните свой первый поцелуй? Только я не спрашиваю подробностей с кем, я не спрашиваю подробностей где, во сколько лет. Просто помните свой первый поцелуй или нет? Ну, помидор считается? Да нет же! Ну нет, зачем помидоры? Подожди, я как все среднестатистические подростки, насмотрелся телевизора. А ты что, в садике им целовался? Не-не, подожди, в садике не считается. В садике не что? А, Никита Игорь, да. Что считается, давайте так, что считается первым поцелуемым, я сейчас вспомню, потому что я точно знаю, что жена у меня спит, и я не разведусь после этого. Итак, что считается первым поцелуемым? Ну, послушай, садик отметаем, помидоры тоже, давай вспомним, первый поцелуй вот с той, которую точно хотелось поцеловать, но ты такой еще неумелый, а она, возможно, с опытом. Ну, а может, ты тоже без, расскажи. Возможно, с опытом. Ну, если бы у меня была, конечно же, фамилия Шаляпин, то, возможно, да. Ну, нет, я помню, помню, это детский лагерь, но я уже взрослый, это где-то, наверное, лет 12, 13, мы с ребятами очень мялись, потому что, ну, нормальные пацаны, как говорят, подростки не танцуют, потому что мы стояли у стенки всегда, и как только выключался какой-то свет, мы там немножко подергаемся, подвигаемся, и вот он, медленный танец, и вот они, руки вверх, и вот он, круговорот, и я смотрю на нее, ее звали Надежда, она была из поселка Каменка, я сейчас. Я сейчас все это помню, я до сих пор все это помню, и она была какой-то жуткой красоты на то время для меня, кучерявые черные волосы, и так далее, боже мой, куда меня несет, ну, ладно, и вот тогда, и вот тогда, с помощью, благодаря трехнедельному лагерному отпуску, и, конечно же, ухаживание, потому что мама приезжала и привозила тушенку, мне удалось выпросить, вымолить у Надежды. Ты поцеловал ее за тушенку? Ну, конечно. А ты попросил поцелуй? Подождите, ну, я любил, я ее любил поесть, а Надюха тоже. Странно, что вы не женаты. Очень странно, что вы не женаты. Так, Ален, давай ты быстро историю свою, если есть. Слушай, ну, у меня не все так, конечно, романтично, но... Она жила в бедной семье, у нее не было тушенки. Нет, я помню, его звали Саша, а я очень долго была в него влюблена, это был седьмой класс, на тот момент, где-то, наверное, уже недели три, я прям переживала, я до сих пор помню, за что мне очень стыдно, я ему звонила, дышала в трубку и ничего не говорила. Саша, прости, да, это была я. Первый поцелуй был в подъезде. О, романтика. Классика, да. Даша. Слушай, я вообще-то, конечно, подробностей не просила, я ведь просила просто рассказать, помните или нет, но раз уж так случилось, что вы все рассказали... А теперь ты. Мне нечего добавить, я не помню. Пам-пам, пока, да? Я просто не помню. Так нечестно! Ну, как нечестно, ребят, все честно, я сказала, что мне подробности от вас не нужны, просто помните или нет. Ты понимаешь, так всегда? Давайте прощаться. Итак, выясняю сегодня у югорчан. Помнит югорчанин свой первый поцелуй? Плюс семь девятьсот пятьдесят пятьсот десять шестьдесят 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 шесть номер для ваших сообщений вайбер и ватсап, инстаграм, радио и группа ВКонтакте, радио Югра. Пишите, голосуйте, ребят, спасибо, хорошей пятницы, хорошего эфира, пока! Пока, Даша, пока, Шарик!